Год новый, а проблема старая. Количество ветхого и аварийного жилья в России измеряется миллионами квадратных метров. В условиях, когда потолок может в любую минуту рухнуть на голову, живут тысячи людей. Сегодня председатель наблюдательного совета фонда реформирования ЖКХ провел селекторное совещание с регионами. Бюджет федеральный, бюджет региональный и местный. Чтобы переселить россиян из ветхого и аварийного жилья, правительство выделяет значительные средства. Однако проблема настолько масштабная, что решить ее в короткие сроки, хотя бы даже в пределах отдельного региона, невозможно. Даже с расчетом на долгосрочную перспективу справляются не все. Субъектами России до 25 января, они должны были представить долгосрочные программы в наш фонд по переселению граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день их направили только 12 регионов. Дорогие товарищи, так дело дальше не пойдет. Чувашия в числе 12 субъектов, кто программу предоставил, но без проблем не обходится. К примеру, государство готово платить за квадратный метр жилья для переселенцев чуть более 29 тысяч рублей. Застройщиков, которые за такие деньги готовы жилье продавать, найти не так просто. Тем не менее, дело идет. За два предыдущих года по программам расселения новоселья уже справили более 800 человек. К 2017 году число таких жителей должно составить более 13 тысяч человек. Есть реестр квартирных жилых домов, признанными аварийными. Естественно, в данном реестре есть дом, есть только квартир, есть количество проживающих семей и, естественно, количество проживающих граждан. Исходя из этого, в принципе, и сегодня мы называем точные цифры, сколько семей, сколько людей мы переселили. Более того, долгосрочная программа также будет прописывать по количеству квартир и количеству человек, которые должны будет переселить. Список домов, которые признали аварийными и будут расселять, есть на сайте Министерства строительства региона. Кроме того, работает так называемая «горячая линия». Правда, пока только два часа в неделю. По понедельникам с 15 до 17 часов. Кстати, отвечают специалисты и на вопросы о капитальном ремонте. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.